Аллергия на пыльцу растений – одна из самых распространенных видов аллергических реакций среди жителей России. Ею страдают около 25% населения страны. В период обострения аллергики мучаются от насморка, зуда в носу, глазах, не могут нормально спать. В этом году сезон аллергии наступил в столице Верхневолжья раньше срока. Какие советы дают медики и как отличить сезонный пыленос от ОРВИ, выяснила наша съемочная группа. В этом году тверичане столкнулись с аномально теплой зимой, которая плавно перетекла в аномально раннюю весну. В связи с этим сезон аллергических реакций на цветение растений сместился и начался раньше привычного. Обычно обращаются где-то с апреля, а в этом году, с начала марта, рано начала цвести ольха, а также ива, верба, мать-мачеха и так далее. Поэтому пациенты обращаются с жалобами на заложенность носа, чихание, слезы, течение, иногда кашель и приступы в душе. Бывает и такое, что у ребенка нежданно-негаданно появляются признаки аллергии. Но как отличить, например, простудный насморк от пыленоза? В этом могут помочь только специалисты. Надо обратиться к специалисту, для начала к педиатру, а педиатр уже посмотрит и решит, аллергия это или выразы банальные. То есть с носом лечением заниматься не нужно. Как бороться с сезонным пыленозом? Конечно, в первую очередь рекомендуется избегать контактов с аллергеном и не пренебрегать советами специалистов. Не есть продукты, которые усугубляют течение аллергии. Это перекрестная аллергия, она на каждый сезон цветения своя. То есть деревья-то не перекрестные продукты, трава-то другие. И сорная трава, типа полыни, это разные продукты всегда. Ну и конечно в помощь аллергикам различные антигистаминные препараты и спреи, которые должен подобрать врач.